Субтитры сделал DimaTorzok Эмпайр Эрс 3 Иллегальное шоу Множество режимов игры И, конечно же, пафосный автопарк Алоха, братья мои геймеры! С вами снова Фак и я, Андрей Воробей. Фак — это компас в мире компьютерных игр. Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии и услышите ответы на вопросы по прохождению. Итак, переходим к делу. Появившись в феврале этого года, Supreme Commander произвела своего рода революцию в жанре реал-тайм-стратегий. Еще бы! Такого геймплея не видели еще со времен Total Annihilation. Во многом игра использовала успешные ходы своего эпического предка, но были в ней и исключительно новаторские находки. И вот, спустя полгода, Gas Powered Game выпустила аддон Forged Alliance, посвященный борьбе альянса людей и киберов, свернувшимися таки в галактику серафимами. Смотрим! Раса мифических серафимов таки возвращается в нашу галактику и разворачивает крупномасштабную войну. Люди и кибраны на быструю руку клепают альянс, куда входят также культуристы, не отступившие от своей принцессы. Часть же просвещенных и он присягает на верность пришельцам, пометуя о том, что те когда-то были их хозяевами. Под таким вот нехитрым соусом нам предлагают пройти одиночную кампанию и спасти в очередной раз галактическое сообщество от тотальной деспотии. Системные требования игры таковы. Процессор Pentium 4 3 ГГц, 1 ГБ оперативки, 256 МБ видео и 8 ГБ на винчестере. Несмотря на то, что кампания всего одна, мы вольны проходить ее аж три раза. За людей, за кибранов и за ионов соответственно. За пресловутых Серафимов сыграть можно только в мультиплеере. Они во многом похожи на ионов, с поправкой на то, что их юниты мощнее и соответственно дороже. Плюс в наше распоряжение поступают орбитальные пушки. Короче говоря, фанаты РТС будут в восторге. 5 баллов за геймплей. Графическая игра построена на движке оригинала. За полгода он оброс еще большим количеством полигонов на юнит. Добавлены новые эффекты отражения и небо. Улучшены текстуры поверхности, а также серьезные изменения произошли в работе искусственного интеллекта. 5 баллов за графическое наполнение. Звук, пожалуй, самая слабая часть игры. Впрочем, это беда любых стратегий. Не все на месте. Поле боя грохочет от взрывов и стрельбы. Сбитые истребители исправно свистят, но не цепляет. Наша оценка звукового сопровождения 4 балла. Итак, перед нами классическое дополнение. Авторы не хватали звезд с неба, но и не заставляли ждать публику несколько лет. В максимально короткие сроки всем фанатам Supreme Commander на гора выдали новый эпизод бесконечной войны. Наша общая оценка Forges Alliance 5 баллов. Итак, перед нами стопроцентное дополнение, не претендующее как-либо на трон оригинала. Да, в аддоне есть все, что обычно составляет костяк дополнения. Новый виток сюжета, новые расы, новые юниты, локации и прочее, и прочее. Но вот беда. Все это мы уже видели полгода назад. Принципиально ничего нового Forges Alliance не принес. Игра будет интересна в первую очередь фанатам. Впрочем, имя им Легион. А теперь наши ответы на ваши вопросы по игре. Первый вопрос. Как использовать шаблоны при строительстве и в чем их прикол? Отвечаем. Это очень удобная фишка игры. Вы строите стандартный аванпост, состоящий из машинных цехов, электрогенераторов, аэродромов и прочих необходимых зданий. Обносите все это дело оборонительными сооружениями и сохраняете этот билд-ордер. На следующей миссии вам не придется по новой руководить этим рутинным процессом строительства. Вы просто указываете место расположения аванпоста и получаете на выходе свеженький, с иголочки, клон базы с прошлой миссии. Следующий вопрос. С первой же миссии враг умудряется в клочья разносить всю мою базу. Что я делаю не так? Отвечаем. Геймплей дополнения более хардкорен, чем в оригинале, и рассчитан на уже опытных игроков. Поэтому вас сходу бросают в кипящую зону боевых действий. В таком случае необходимым условием существования и выживания базы вкупе со строящейся техникой является наличие энергетических щитов. Следующий вопрос. Мой командир все время ходит один и отрывается от коллектива. Возможно ли его включить в состав боевой группы? Отвечаем. Командир является уникальным юнитом и является ультра-самостоятельной боевой единицей. Поэтому в группировке он не вхож. Тем более не стоит часто уж использовать его в атаке. Потеря командира означает автоматический провал миссии. Цивилизация. Снабженная любым числительным после заголовка, всегда была образцовой, идеально сбалансированной игрой, менять в которой что-то было все равно, что перестраивать рыцарский замок с самого фундамента. То есть, теоретически можно сделать лучше, но непонятно, зачем мучиться, если и так спроектирована на века. Поэтому судьба Beyond This World последнего дополнения неудивительна. К цитадели Civilization IV добавили пару новых башен, устроили ремонт в нескольких залах, но от капитальной перепланировки воздержались. Подзаголовок Beyond This World, локализованной версии, переведенной как Эпоха Огня, тут, конечно, чисто символический. Новшества ровным слоем размазаны по всей истории человечества. Самой кардинальной перестройке подвергся шпионаж. Дополнение предлагает нам самую удобную и элегантную систему разведки в новейшей истории стратегических игр. Теперь шпионить можно сразу после появления алфавита. Но, увы, как почти во всех стратегиях, шпионаж в Beyond This World так и остался декоративной функцией. Чтобы получить от него хоть какую-то пользу, нужно потратить на разведку весь бюджет и пачками рассылать агентов на все четыре стороны света. С религией и вовсе произошло нечто странное. Во-первых, уже в средневековье можно построить святой престол, после чего все страны, разделяющие вашу веру, объединятся в своеобразную религиозную ООН. Затем на смену церкви приходят корпорации. Производят они новые ресурсы взамен потребляемых, например, нефть в обмен на продовольствие. И живут по тем же законам, что и религии. Содержание корпораций стоит денег, но чем больше городов они опутают своей сетью, тем больше потечет вашу казну. Рекомендованные системные требования. Процессор частотой 1,8 ГГц, 512 МБ оперативной и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске дополнение эпоха огня займет 1,5 ГБ. Но не забудьте, что аддон работает только с оригинальной версией четвертой цивилизации. Геймплей благодаря большому количеству нововведений набрал еще большую высоту. Немалую роль в этом сыграл перекочевавший из Европы универсалис эффект случайных событий. Теперь в каждой конкретной партии может случиться золотой, а может и последний день Помпеи. Пятерка за геймплей. Несмотря на уже почтенный возраст, внешний вид четвертой цивилизации по-прежнему радует глаз. Никаких качественных изменений в графическом движке не наблюдается, поэтому выше 4 баллов за внешний вид не получает. Звуковое наполнение по-прежнему замечательно передает атмосферу игры. Каждый эпоха сопровождается аутентичными музыкальными треками, которые очень неплохо звучат и как отдельный саундтрек. Пятерка за звук. Отличный получился аддон. Beyond the Sword вобрал в себя все лучшие идеи предыдущих добавлений и не утратил при этом очарование оригинала. Пятерка получает сегодня аддон к четвертой цивилизации Beyond the Sword или Эпоха огня. По поводу Beyond the Sword нельзя сказать ровным счетом ничего плохого. Но это именно Expansion Pack. Игра содержит множество дополнений, но никаких качественных изменений не случилось. Впрочем, чтобы изучить и опробовать в деле все новшества, у вас уйдет немало времени, в течение которого вы будете проводить ночи перед монитором и наутро жаловаться друзьям, как внезапное наводнение помешало менеджерам основать сеть закусочных в Эфиопии. А сейчас смотрите наши ответы на ваши вопросы и советы по прохождению. Вопрос. Я построил апостолический дворец. Расскажите, как можно держать победу с помощью этого чуда света? Ответ. Это своего рода религиозный аналог ООН. Вы можете пригласить на собрание все страны, имеющие хотя бы один город с той же религией, что и у вас. Умело распоряжаясь теми правами, которые вам дает собрание, и проводя активные миссионерские акции, вы сможете держать дипломатическую победу. Вопрос. Как предотвратить вторжение других корпораций в мои города? Ответ. Для этого вам нужны следующие государственные установки ЦИЛИКС, меркантилизм и госсобственность. Кроме этого, не забывайте и о расширении вашего капитала. Посылайте как можно больше бизнесменов в города противника. Вопрос. Что такое каперы? Как их нужно использовать? Ответ. Этот хитрый прием пришел в аддон из Европы Универсалис. Если вы не воюете со страной, но хотите перекрыть торговый путь, то смело высылайте каперов. Они вроде пиратов и принадлежности к конкретной державе не имеют, так что ваша репутация не пострадает. Смотрите далее. Need for Speed Pro Street. Серия волшебным образом преобразилась. Теперь в части легальные шоу, множество режимов игры и, конечно же, пафосный автопарк. Empire Earth 3. Три великих этнос обладают уникальными войсками, зданиями и методами ведения войны. Покоряя планету, игрок распространяет на нее свое культурное влияние. Смотрите далее. Empire Earth 3. Три великих этнос обладают уникальными войсками, зданиями и методами ведения войны. Покоряя планету, игрок распространяет на нее свое культурное влияние. Need for Speed Pro Street. Серия волшебным образом преобразилась. Теперь в части легальные шоу, множество режимов игры и, конечно же, пафосный автопарк. Empire Earth. Не самый обычный РТС-сериал. Насквозь вторичный, он уже который год питается идеями Civilization и Age of Empires. Да еще и добавляет от себя невероятные исторические и географические ляпы. Хардкорные стратеги, завидев любую из частей, пожимают плечами, бормочут сдержанные ругательства и быстро возвращаются в объятия своих любимых игр. Однако менее привередливые игроки любят этот очаровательный клон некой иррациональной и совершенно непонятной любовью. Видимо, они руководствуются принципом «любят не за что, а вопреки». Представляем вам Empire Earth 3. Empire Earth 3 позволяет взглянуть изнутри на путь земной цивилизации сквозь сокрушительные войны. Три вековые культуры Запад, Ближний Восток и Восток на протяжении многих столетий неистово отстаивают друг перед другом свое превосходство, прибегая сначала к мечам, затем к ружьям, а потом и к бронетехнике. Впервые в истории серии планета предстает в своем истинном обличье. Здесь идут сражения на настоящем земном шаре, поделенном на 60 географически реалистичных секторов. А выбор технологий даже в рамках одного лагеря настолько велик, что можно легко создать два совершенно непохожих народа, принадлежащих к одной культуре. Покоряя планету, игрок не просто подчиняет себе территорий, но и распространяет на них свое влияние. Игра поступила в продажу 6 ноября 2007 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3.2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 256 МБ видео с поддержкой шейдеров 3.0, а также 7 ГБ на жестком диске. Как мы уж говорили, игра отчаянно напоминает сильно упрощенную смесь Age of Empire и цивилизации, причем в посредством исполнений. За третью часть лучше не браться. Геймплей просто ужасен. Ресурсы очень сильно упростили до трех. Разнообразное сырье в одной куче, бабло в другой и очки технологий в третьей. Все. Количество эпох сократили всего до пяти. Во второй части было пятнадцать. Наша оценка геймплея два балла. Что касается графики, тут тоже полный отстой. Мало того, что игра глючная, так она еще и блеклая. И что самое страшное, игра умудряется подтормаживать на современных мощных компьютерах. В общем, наша оценка внешних данных игры всего три балла. Озвучка тоже подкачала. Музыка в игре вполне приличная и достойно отрабатывает свою задачу фонового наполнения. А вот фразочки, которые извергают ваши юниты каждую секунду, способны вывести из себя. Очень уж они навязчивые. В остальном же со звуковым сопровождением все в порядке. Четыре балла за звук. Есть мнение, что если вы играли в предыдущей части Empire Earth, то за третью лучше не браться. Наша общая оценка игры три вала. Помнится, первая часть была вполне удачной для своего времени. По крайней мере, графика там была точно на современном уровне. Во вторую часть в весне много нового. Немного испортили графику, но играть все равно было можно. В третьей же части убрали все навороты и вкусности. Сократили количество эпох до пяти. Юнитов оставили чуть больше десяти на каждую расу. И это на всю историю человечества. Короче, кто этой игрой заинтересовался, смотрите наши ответы на вопросы и советы по игре. Первый вопрос. Подскажите, как можно задать очередь строительства для своих рабочих? Отвечаем. Для этого надо держать нажатый клавишу shift. Также можно задавать очередь точек перемещения, но нельзя в очередь строительства добавить перемещение юнита. Следующий вопрос. Помогите заработать очки технологий. Не пойму, как это делается в игре. Знаю, что нужно нанять рабочего, но где это сделать? Отвечаем. Его нужно нанять в городском центре, но это касается только режима скирмишен. Если же вы играете в компанию World Domination, то в ней накопление очков технологии реализовано на уровне управления провинциями. Следующий вопрос. Подскажите, как лучше присоединять к себе дружественные племена? Отвечаем. Здесь есть несколько вариантов. Во-первых, иногда бывает достаточным просто создать союз с ними. Также можно построить специальные здания на их территории, если вы играете за запад. Также вы сможете присоединить их, если будете посылать им дары в виде ваших ресурсов. К сожалению, разработчики решили ограничить передвижение племен по воде, чтобы они оставались в пределах своих территорий. Так что помощи от них не ждите, если будете воевать с кем-то на другом берегу. И последнее. Некоторые племена вообще нельзя присоединить к себе. В прошлых наших выпусках мы обещали рассказать о новой серии вечно молодой Need for Speed. И вот, сдерживаем свое обещание. Встречайте, 11-й по счету Need for Speed. В этот раз с приставкой ProStreet. Когда-то это были классические аркадные гонки, но теперь сериал от EA Black Box претендует на некую реалистичность. Главным образом это заслуга революционной для этой игры системы повреждения авто. Впрочем, смотрите сами и все увидите. Ожидание новой части Need for Speed каждый раз проходит по одному и тому же сценарию. Интернет-форумы трещат по швам от наплыва тысячи фанатов, журналисты сочиняют многостраничные превью, а пиар-отдел Electronic Arts подогревает публику анонсами и в проекте очередной звезды Playboy. Словом, конвейер работает по графику. Однако в этом году серия Need for Speed волшебным образом преобразилась. Это касается всех аспектов игры. Метаморфозы произошли буквально везде. В игровом процессе, в графике, в музыкальном сопровождении, в модели поведения авто на трассе и, о чудо, появилась более-менее адекватная модель повреждения. Впрочем, обо всем по порядку. Минимальные системные требования игры таковы. Процессор с частотой 2,8 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 8 ГБ на жестком диске. Первым делом разработчики отказались от прежней концепции большого свободного города. Теперь гонки проходят на закрытых полигонах, раскиданных по всему миру. В игре представлены следующие виды покатушек. Гриб обычные кольцевые гонки, Драк рейсинг Дрип скольжение знакомое нам по прошлым частям и Speed Challenge испытание на скорость. Также каждый из этих режимов имеет внутри себя ответвление. В общем, вы поняли, нас лишили большого города, но зато дали взамен безумное количество режимов игры. Громадный автопарк прилагается. Наша оценка геймплея 5 баллов. Движок Pro Street начал писаться еще во времена работы над карбоном. Так что работа над картинкой заняли больше года. И это, смотрите сами, дало результаты. Перед нами великолепная графика последнего поколения, реалистичный дым, выписанные с фотографической точностью автомобили, множество камер и детализированные трассы. Одним словом, графике никаких нареканий, она более чем на уровне. Наша оценка графического оформления 5 баллов. Музыкальный ряд игры это подарок для любого меломана. Дело все в том, что каждая из группировок в игре благоволит какому-то определенному направлению в музыке. В общей сумме 35 музыкальных композиций во главе с треками диджея Джанки XL. Со спецэффектами тоже полный порядок. 5 баллов получает Pro Street за звуковое сопровождение. И самое умопомрачительное новшество это, конечно же, система повреждения автомобилей. Это моментально влияет не только на внешний вид, что проявляет себя в царапинах и вмятинах, но и соответственно на управление автомобилем и изменение его аэродинамических свойств. Итак, студия Electronic Arts Black Box таки вдохнула новую жизнь в поистрепавшийся Need for Speed. И перед нами хедлайнер жанра автогонок. Наша общая оценка игры 5 баллов. С момента первых анонсов этой игры армия фанатов разделилась на две непримиримые фракции. Одни сетовали на то, что им не дадут свободно покататься по улицам сверкающего неоном города, как это было в прошлых сериях. Другие же утверждали, что перевод гонок с улиц в легальный шоу не что иное, как шаг навстречу действительности. По крайней мере, в заморской ее версии. Как бы там ни было, Need for Speed теперь играют и те, и другие. Геймплей NFS претерпел концептуальные изменения, так что вопросов по игре пришло немало, на некоторые из них мы ответим прямо сейчас. Первый вопрос. Я не могу пройти ни одно соревнование в Илле. Как мне поставить машину на дыбы? Отвечаем. В первую очередь вам потребуется какой-нибудь мускул-кар с 500 лошадками под капотом. Например, Shelby GT500. Теперь его нужно соответствующим образом настроить. Выставляем фазы газоиспределения на минимум. Впрыск зайкиси азота на максимум, первую передачу на три четверти, а все остальное на одну четверть. И ВОЛЯ! Ваш авто научен ходить на задних лапах. Следующий вопрос. Как добиться дуэли с королями? Отвечаем. Короли того или иного вида гонок обитают в своих элитных организациях. Доступ к элите дается после того, как вы побьете 10 рекордов в соответствующем типе гонок. Затем вам предложат по очереди пройти три этапа из шести заездов каждый. И только потом вы встретитесь с королем. Следующий вопрос. Какую машину лучше всего убирать для дрифта? Отвечаем. Для скольжения лучше всего подходят легкие и мощные японцы. Например, Мазда RX-8. Выставляете чувствительность управления на максимум и вперед покорять дрифт-треки. Также не лишним будет поставить короткие передачи и не слишком сильный впрыск закиси азота. На сегодня это все. Меня зовут Андрей Воробей, это был Фак. И тот, кто нас не смотрит, тот нехороший человек. Заходите в форум на сайте musdfistv.ru Меня можно найти и там. Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.musdfistv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. Счастливо! ПОДПИШИСЬ!